Режим самоизоляции по-прежнему действует на всей территории Тюменской области. Однако искушения солнцем и праздничными выходными смогли выдержать не все. Индекс самоизоляции в Тюмени сегодня рекордно низкий, 1,7 баллов. Это значит, что на улице очень много людей. В этом убедилась моя коллега Елена Старожок. Самоизоляция по-прежнему остается одним из самых эффективных способов профилактики коронавирусной инфекции. Вот уже больше месяца россиян призывают ограничить максимально все контакты и оставаться дома. Но на дисциплину тюменцев влияет погода. Чем выше температура воздуха, тем ниже индекс самоизоляции. На улице много гуляющих, в том числе и пожилых. Для них такие прогулки могут оказаться крайне небезопасными. Ну мы вот выходим, ни контакта, ни с кем, ничего. Ну маски, у него тоже в кармане маска есть, если кто подходит. В магазины мы не ходим, мы покупаем на неделю продукты. И так не контактируем на неделю. Вы же знаете, что сейчас вы нарушаете самоизоляцию. В парке находитесь. Почему, скажите. В магазинах идут, отдыхать никак нельзя, что ли. Может у нее сильно плохо. А я живу рядышком. Сходила в магазин, вот сели, мороженку доест, пойдем домой. Так что там все можно. А как часто вообще вы ходите в магазин? На солнышке погреться. Какое солнышко? Солнышко первый день только. Холодно было. Каждый день выходит. Надоело уже в четырех странах сидеть. Кемец оказались не готовы 24 часа в сутки находиться в закрытом пространстве. Опыт Китая, Италии или Испании их, похоже, не пугает. Как часто покидаете пределы квартиры? Ну, один раз в день выходим, да. Утром или вот вечером. Вообще, когда меньше народу, но сегодня очень много народу везде. Гуляли мы до карантина примерно, ну да, раза три. Прогулки были продолжительнее, качественнее были. Получается, гуляли мы довольно долго. А сейчас они сократились до буквально в туалет сходить и все. Майские праздники таят привычные для многих искушения. Теплая погода, шашлыки, шумные компании. Но именно сейчас так важно потерпеть. Ведь именно от нас во многом зависит сценарий развития пандемии.